Мои друзья, добрый день, уважаемые мои подписчики. Хочу вам рассказать сегодня о друзьях моих питомцах, за которыми я ухаживаю, которыми я, можно сказать, и живу. Вот в этом небольшом сарайчике у меня находятся куры и цесарки. Но, друзья мои, придется мне их разделять. Буду их разделять по разным помещениям. Или здесь делать будем перегородку. Они, друзья мои, петух собирается топтать цесарок. Поэтому это не дело. Яйцо будет не инкубационное. И на своем опыте я убедилась, что их содержать вместе нельзя, друзья мои. Нужно обязательно отдельно. Недавно мы зарезали цесарку. И что же мы убедились? За зиму они очень набрали в весе. Но вес этот никому не нужный. Этот вес, как оказалось, жир. И они у нас стали падать на ноги. На ноги стали падать из-за того, что очень много скопилось жиры подкожные. А органы внутренние вообще заплыли жиром. Поэтому, друзья мои, цесаркам обязательно нужен выгол. Выгол. У меня у соседки, вон они постоянно гуляют по огородам. У нее они не жиринки, а у нас жир один жир. Я их посадила на диету. Ну, а что делать? Что делать? Нужна диета. Сильных не кормлю. Даю им капустные листы. Там побольше овощей в рацион им включаю. Хлеб перестал давать, а то постоянно давали. Немного зерна. Там кукуруза. Вот. Мясо костное. Ну, и там разные, как я уже сказала, овощи. Вот так вот, друзья мои, я вам рассказала, с вами поделилась, как бы сказать, о своей вот этой вот печали. Что у нас вот так вот с цесарками произошло. Да, и куры тоже не сушки. Вот. Может быть, и корма еще некачественные, какие мы покупаем на рынке. Делитесь своими соображениями. Пишите комментарии. Кто что подскажет, всем буду очень рада. Вот так вот, друзья мои. И так, что цесарки должны содержаться отдельно от кур. Особенно есть, если у кур есть петух. Всем добра. Всем здоровья. Всем пока-пока, мои дорогие. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.